Добрый вечер, Сергей Григорьевич. Добрый вечер. Сегодня на территории Симферополя проводится очередная декада безопасности общественного транспорта, которая проходит с 20 по 30 октября. Какими в рамках этого мероприятия проводятся профилактические меры? В рамках безопасности на пассажирском транспорте декады мы проводим ряд мероприятий, направленных на профилактику ДТП, детского дорожно-транспортного травматизма, а также тех нарушений, которые непосредственно влияют на дорожно-транспортные происшествия в городе Симферополе с участием именно пассажирского транспорта. Сотрудники технического отдела осуществляют проверки непосредственно, контролируют выпуск транспорта, в каком он техническом состоянии выезжает, в каком состоянии выпускается весь подвижной состав города Симферополя. Сотрудники ДПС, которые непосредственно несут работу на линии, обращают внимание на все, без исключения нарушения правил дорожного движения, допускаемые водителями пассажирского транспорта, в том числе и водителями троллейбусов. И также отдел агитации проводит мероприятие в рамках декады. Это называется у нас «Скрытый пассажир». Сотрудники садятся в автобус или в транспортное средство, осуществляющее пассажирские перевозки, с видеокамерой и фиксируют нарушения, которые водитель допускает в ходе движения по маршруту. На конечной остановке подъезжает наряд, который принимает меры административного воздействия к конкретному водителю за те нарушения, которые ими были допущены. Вот такие вот у нас мероприятия проводятся практически регулярно, потому что у нас, к сожалению, на сегодняшний день эта проблема очень остро стоит. Проблема именно дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта. Насколько часто сталкиваетесь с нарушениями? Вот и что касается водителей и вообще вот, я не статистику спрашиваю, все-таки часто? Ну, я же тоже водитель и тоже передвигаюсь по городу на автомобиле и вижу, сколько нарушений допускаются именно водителями пассажирского транспорта. Да, это и перестроение, это и какие-то нарушения правил проезда перекрестков, очередности проезд пешеходных переходов. Это все есть и плотность движения, к сожалению, в городе Симферополе очень высокая. Понятно, что все хотят куда-то успеть, куда-то торопятся, но тем не менее ценой каждого нарушения может быть чья-то жизнь или чье-то здоровье. Поэтому нужно в этом направлении постоянно работать, и мои сотрудники всегда нацелены именно на профилактику и выявление грубых нарушений ПДД. Так понимаю, что это работа системная, да? Это не то, что в рамках декады какой-то. Наверное, это ведется все-таки и вообще постоянно в работе все-таки госавтоинспекции. Конечно же, мы анализируем свою работу, мы анализируем дорожно-транспортные происшествия. Согласно анализа, выходим с ходатайствами о проведении неплановых проверок перевозчиков. Мы уже провели на нескольких предприятиях неплановые проверки. По результатам этих проверок приняты меры достаточно серьезные административного характера к владельцам, к юридическим лицам, которые осуществляют перевозку. И благодаря вот этой повседневной работе нам удается, как говорится, воздействовать на ситуацию с пассажирским транспортом в городе Симферополе. На ее кардинальное изменение в лучшую сторону. В каких случаях сегодня можно оформить ДТП без сотрудника госавтоинспекции? Вот какова процедура оформления вот этой категории дорожно-транспортных происшествий? Вы знаете, вот сейчас в городе Симферополе это очень актуальный вопрос. Очень актуальный. Расскажу почему. Потому что плотность движения большая. Количество дорожно-транспортных происшествий в среднем по поступающей к нам информации до 40 извещений, которые поступают в ГИБДД непосредственно по ДТП. Практически половина из них, даже большая часть, это люди могут обойтись без участия сотрудников ГИБДД. Есть в законодательстве четко прописанная упрощенная система обращения в страховую компанию путем составления извещения. Об этом рассказывают все страховщики, которые оказывают услуги по страхованию. По страхованию рассказывают, как заполнить правильно лист извещения, куда необходимо обратиться. Но, к сожалению, водители на месте теряются, пугаются, стараются дождаться именно сотрудника ГИБДД, который приедет и квалифицированно уже разберется в данной ситуации. Как правило, как правило, это дорожно-транспортные происшествия, где ущерб до 50 тысяч. Да, это где-то дистанцию, где-то кто-то кого-то притер, где-то выезжал, зацепил. Как бы небольшой материальный ущерб, но незнание людей, что они могут самостоятельно, без каких-либо сложностей получить компенсацию за тот или иной материальный ущерб в ходе ДТП, не дожидаясь сотрудника ГИБДД, вызывает. Вот у нас пробки большие в городе Симферополь. Мы сами все участники дорожного движения видим, едем. Пробка, пробка. Почему пробка? Стоят два, там три участника дорожного движения. Понятно, когда три участника дорожного движения, там уже необходим сотрудник ГИБДД. Два участника дорожного движения и ждут сотрудников ГИБДД. Хотя в правилах дорожного движения четко написано, что за сознание препятствий и заторов, инспектор применит вам меры административного воздействия. Но, к сожалению, не все водители у нас об этом знают и все равно пытаются дождаться. Хотя, в принципе, элементарно нарисовать схематическое изображение автомобилей, сделать несколько фотографий. Да, то, что необходимо, да? Зарисовать схематическое расположение автомобилей в момент ДТП, да? Да, и сделать несколько фотографий. Для того, чтобы получить качественную консультацию, вы можете обратиться, как в страховую компанию, да, в страховом полисе обязательно указан телефон страхового агента, который вам даст консультацию. Также можно обратиться по телефону в дежурную часть непосредственно ГИБДД. Либо по телефону 102, либо телефон 556-375. Там у меня специально сидит в отделе ГИБДД, сидит сотрудник, который занимается разбором дорожно-транспортных происшествий. Он в телефонном режиме участникам дорожного движения рассказывает, что необходимо делать в каждой конкретной ситуации. То есть, какие ему действия необходимо выполнить, как ему поступить, даже в том случае, если дорожно-транспортное происшествие имеет какие-то большие последствия в плане материального ущерба, то есть более 50 тысяч. В правилах дорожного движения в пункте 261 четко написано, как должен действовать себя водитель, причастный к месту ДТП. Он, опять же, отмечает транспортные средства, фотографирует это все, звонит в дежурную часть ГИБДД и действует дальше по указанию сотрудника. Мой сотрудник на месте, если лица, которые участвуют в ДТП, не оспаривают нарушение, очевидное нарушение одного из участников, они могут прибыть непосредственно в отдел ГИБДД для оформления всех остальных необходимых документов. То есть, не обязательно даже дожидаться, даже если ущерб более 50 тысяч, не обязательно дожидаться сотрудника ГИБДД. Достаточно, опять же, нарисовать схематический чертеж, если необходимо какие-то действия совершить, вам инспектор по телефону, который я назвал, подскажет, что необходимо сделать. Прибыть на Куйбышева 7 в кабинет 21, где инспектор дооформит все это происшествие, и вы сможете с принятым решением обратиться непосредственно в страховую компанию для получения возмещения по материальному ущербу. Поэтому сейчас мы будем активно говорить о том, что необходимо самостоятельно оформлять дорожно-транспортные происшествия именно участникам дорожного движения. Законодатель, я думаю, что в следующем году уже изменит, и ГИБДД будет оформлять только ДТП, где есть пострадавшие. Все остальные ДТП будут оформляться либо участниками дорожного движения, либо страховыми компаниями, без участия сотрудников ГИБДД. И поверьте, если же мы в ближайшее время сможем эту ситуацию изменить в городе, в городе на порядок проще и легче станет движение. Потому что большинство у нас завторов, препятствий, каких-то неудобств возникает из-за большого количества дорожно-транспортных происшествий. Особенно в часы пик. На магистральных дорогах и улицах понятно, что сейчас идет реконструкция некоторых улиц. Город перегружен за счет того, что обездные дороги у нас ведется реконструкция. Но тем не менее, когда люди сами будут оформлять, а главное не бояться это делать и обращаться как в ГИБДД, так и в страховые компании, то на порядок станет легче и лучше. Быстрее, оперативнее, следовательно и цивилизованнее, наверное, да? Конечно, конечно. Тут абсолютно я призываю всех непосредственно участников дорожного движения не бояться, не бояться оформлять дорожное происшествие самим. Если вы не знаете, как поступить, звоните по телефону в ГИБДД непосредственно города Симферополя и вы получите качественную консультацию, как вам действовать в конкретной ситуации. При этом не создавать препятствий другим участникам дорожного движения. Буквально вчера глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев сообщил, что буквально со следующего месяца начнется принудительное эвакуирование транспорта, который установлен, стоит в предназначенных для этого местах, то есть незаконная парковка. Вот на ваш взгляд, сегодня в городе вы перечислили все вот эти проблемы, которые остаются, это очень актуально. Насколько это все-таки позволит эта мера как-то водителей что-ли дисциплинировать? Я знаю, что ведется активная работа по запуску эвакуации транспорта в городе, я считаю, что это будет достаточно эффективно, особенно что касается центральной части города, именно тех участков дороги, где у нас создаются заторы, именно из-за большого скопления транспорта, который стоит в нарушении правил дорожного движения. Либо это на перекрестках, пешеходных переходах, в зоне действия дорожных знаков в центральной части города, тем самым создаются диффузоры, то есть уменьшается пропускная способность улиц. В результате этого, конечно, город начинает задыхаться. Это будет действенная мера, я знаю, что уже определены места для хранения этого транспорта. Это будут знаки какие-то установлены? Знаки уже соответствующие установлены, уже все давно, наверное, видели, по городу ездят, что практически вся центральная часть города, все проблемные места. У нас разработана дислокация дорожных знаков, утвержденная администрацией города, установлены соответствующие таблички. Как только все вопросы будут разрешены в плане организации работы, я думаю, что в городе Симферополе на порядок в центральной части города, а также на проблемных местах станет легче движение и проще. Это будет и для оперативных служб удобнее, и для общественного транспорта, и для рядовых жителей, которые перемещаются по городу, эффект будет заметен сразу. Поверьте мне, город небольшой, мы почувствуем этот результат. Наверное, это будут места, где установятся машины на проезжей части, какую-то линию, может быть, перекрывая, или же это будут места в каких-то зеленых зонах, или где угодно, может быть. В административном кодексе четко прописаны те нарушения, за которые предусмотрена эвакуация. Это остановка там, где установлены дорожные знаки, соответствующие с соответствующей табличкой. Это на тротуарах, и там, где транспортные средства непосредственно создают помехи и препятствия для дорожного движения или для участников дорожного движения. Вот там будет транспорт эвакуироваться, доставляться на штрафную площадку, после чего владелец может получать его там в установленном порядке. Порядок этот уже проработан, согласован, в принципе, как говорится, ожидает только запуска в жизнь. То есть ГИБДД тоже стоит за то, чтобы этот проект не работал с ним? Включимся в эту работу обязательно, конечно, без ГИБДД, я думаю, что, по крайней мере, начать эту работу мы должны однозначно именно в содействии со всеми службами города. И ГИБДД, и администрация города, и административно-технический отдел должен, я думаю, в эту работу обязательно включиться, потому что у нас есть проблемы не только с нарушением правил дорожного движения, но есть еще законодательство, имеется в виду закон о благоустройстве, там где ставят на зеленые газоны, ставят на детские площадки и так далее, ставят транспорт. То есть выявление, протоколы, оформление и так далее. И эвакуация транспорта, конечно, это будет очень действенная мера, которая поможет городу. Какие меры сегодня предпринимается госавтоинспекцией в деле профилактики детского дорожно-транспортного травматизма? Это тоже такой очень шевотрепещущий вопрос, потому что рост детского дорожно-транспортного травматизма в городе Симферополе очень большой. И в прошлом году у нас был рост, и в этом году мы уже имеем статистику неутешительную, к сожалению. Здесь мы стараемся системно подойти совместно и с администрацией города, и с управлением образования работаем. Проводится по нашей инициативе совместно с отделом образования так называемые родительские патрули в школах созданы. Это родители, которые непосредственно проводят профилактику на подходах к школам. Туда показывают, где нужно переходить дорогу, рассказывают родителям, как правильно пользоваться детскими удерживающими устройствами. То есть работа ведется по всем направлениям. Также у нас проводятся мероприятия по рекламе и пропаганде детских удерживающих устройств. Именно в плане их правильного использования. Потому что, несмотря на то, что есть эти детские удерживающие устройства, но все равно у нас в результате ДТП дети получают травмы. Это говорит о том, что либо родители неправильно их используют, либо не пользуются ими, так как это непосредственно предусмотрено заводом, изготовителем данного конкретного устройства. Я уже рассказывал, что несколько есть видов устройств по весу, по росту, по высоте, по виду крепления и так далее. Поэтому тут необходимо четко действовать по инструкции. Также мы проводим мероприятия вблизи школ, так называемый шагающий автобус. В рамках ежемесячного посещения школ каждый инспектор проводит акцию шагающий автобус. То есть, непосредственно берет класс или несколько класс детей, с которыми проходит по маршруту безопасного движения в школу, который есть в каждой школе. Он находится непосредственно на входе у первоклассников с первого по четвертый класс. Эти безопасные маршруты вклеены в дневники. И они все должны знать, и родители мы на родительских собраниях об этом нацеливаем, чтобы ребенок конкретно знал маршрут движения в школу. И этот маршрут был безопасный. Эти мероприятия охватывают все школы Симферополя или не все пока еще? Без исключения, даже мы охватываем все дошкольные учреждения, школьные и средние специальные учебные заведения, которые обучают детей в возрасте от 16 до 17 лет. Потому что они у нас также идут в категорию пострадавшие, если попадают в дорожно-транспортные происшествия. Также мы переняли такую общероссийскую практику при несении службы непосредственно вблизи учебных заведений. Учебных заведений, если мы выявляем нарушение права дорожного движения учениками, инспектор делает запись ему в дневник, о чем составляет мотивированный рапорт. На основании этого рапорта готовится информация непосредственно и в отдел образования, и конкретно руководителю данной школы, учебного учреждения с целью проведения профилактических мероприятий с конкретным учеником. И в данном классе, потому что имел факт нарушение правил дорожного движения у детей детьми. Такая практика интересная. Вы сегодня, наверное, по самым разным направлениям сотрудничаете с администрацией города. И ремонт дорог сейчас, без вас же не обходится перекрытие улиц и так далее, без ваших сотрудников, тех, кто принимает в этом участие. Насколько активна эта работа сегодня ведется, работа ГИБДД и администрации города? Вы знаете, не хочу показаться, как говорится, хвостливым, но, по-моему, самое активное взаимодействие с администрацией города, с департаментом городского хозяйства ведет наша служба, непосредственно отдел ГИБДД по городу Симферополь. Это и что касается ремонтов, и что касается организации дорожного движения, и что касается проведения каких-то массовых мероприятий, что касается организации разного рода ярмарок, мероприятий. Мы активно участвуем и помогаем администрации города в организации дорожного движения на всех практических мероприятиях. Мы совместно проводим мероприятия с административно-техническим отделом по незаконной торговле, в местах, где люди бросают свой транспорт, которые занимаются незаконной торговлей. Мы работаем с управлением торговли непосредственно, тоже мы оказываем содействие в очистке города от непосредственно вот таких вот проблемных мест, там где скопление у нас несанкционированной торговли. Мы помогаем рассмотреть вопросы создания ярмарок выходного дня, то есть участвуем максимально в организации жизни города и помогаем всеми своими, как говорится, силами и средствами, которые есть, с целью наведения порядка в городе Симферополе. Большое спасибо, что пришли к нам в студию, у нас совсем немного времени. Я напоминаю, уважаемые телезрители, что сегодня гостем нашей программы был подполковник полиции, начальник отдела ГИБДД города Симферополя Сергей Пидан. А я прощаюсь с вами, всего доброго, встретимся через неделю в это же время. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok